США не поддерживают формулу Штейнмайера, согласно которой выборы на Донбассе должны пройти до передачи контроля над российско-украинской границей Киеву. Что важно знать об этой формуле и какая позиция официальная Киева? Об этом поговорим в программе «5 вопросов». Я Олег Борисов, здравствуйте. И с нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований. Александр, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Александр, давайте обобщенно с первого вопроса начнем. Что такое формула Штейнмайера и почему мнения разделились касательно ее внедрения? Формула Штейнмайера, она всегда, наверное, будет таким камнем преткновения, поскольку она предусматривает следующее. То есть она предусматривает, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области должны состояться. И только в момент проведения итогов голосования и результатов такого волеизъявления граждан, фактически после этого должен происходить момент передачи неконтролируемого участка российско-украинской границы под контроль и суверенитет украинского государства. То есть, давайте пойдем на компромиссы, давайте пойдем на некие уловки России, проведем выборы и только после этого под неизвестные гарантии совершенно, под обязательства, которые подвешены в воздухе, поскольку мы же понимаем, с каким государством мы имеем дело и не раз фактически обязательства взятые на себя не выполняла Российская Федерация. И после этого вы, возможно, получите контроль за границей. При этом нет ответа на принципиальные вопросы. Первое – это безопасность непосредственно таких выборов. Второй момент – это, собственно говоря, не то, что даже сама процедура голосования, еще до процедуры голосования, как это должно происходить с юридической и технической точки зрения, поскольку необходимо, чтобы Центр избирательной ком Украины уточнил списки избирателей, чтобы партии, которые желают взять участие в этом избирательном процессе, были допущены. Также, чтобы были допущены наблюдатели, журналисты, представители общественных организаций, в том числе и международных. На эти вопросы ответов нет. Поэтому украинская сторона всегда встаивала на том, что мы не против провести выборы, мы поддерживаем эту идею, но давайте подойдем к этому здраво. И с учетом всех моментов, о которых я заявил, то есть и стандартов АБСЕ, и демократической процедуры, чтобы там была безопасность, чтобы люди сложили оружие, чтобы как можно больше тяжелого вооружения и вообще вооруженных формирований вернулось туда, откуда пришли в Российскую Федерацию, чтобы прошло разоружение. Какие-то более или менее предпосылки были созданы, и после этого мы проводим выборы согласно законодательству Украины. И международных стандартов, то есть никто не выступает против идеи голосования. Это принципиальный момент. Но для этого должны наступить серьезные предпосылки. Для этого должна быть безопасность, для этого должны быть гуманитарные аспекты, и для этого должен быть избирательный процесс, который действительно проходит по демократическим стандартам международного сообщества и украинского законодательства. По-другому это провести невозможно. И государства, которые это понимают все больше, они поддерживают Украину, это естественно, поскольку понятно, что пока вы не обеспечите безопасность, пока кандидаты и все желающие не могут принять участие в голосовании, пока люди голосуют свободно под принуждением, что называется под дулами автоматов и тому подобное, невозможно этого провести. Поэтому Украина никогда не отвергала идею эту, но всегда стояли на позиции, что сначала прекратите огонь, прекратите обстреление, отведите вооружение, выведите формирование. Начинаем процедуру разминирования, открытие КПВВ, постепенно двигаемся по этому направлению до оккупации, постепенно начинаем принимать контроль за неконтролируемым участком границы. И после этого двигаемся в вопросе голосования. То есть, как по мне, ставить безопасность во главе, я думаю, это правильно. Хорошо, Александр, тогда помогите разъяснить следующее. С одной стороны, Германия полностью поддерживает Украину в вопросах суверенитета, в вопросах российской агрессии против Украины, но с другой стороны, Германия призывает выполнять формулу Штанмайера. Где пошел разнобой так называемый? Смотрите, надо объективности ради сказать, что и канцлерка Меркель, и заявление МИД, в котором упоминается формула Штанмайера и ее выполнение, они цитируют фактически нормы Парижского соглашения, пункты Парижского соглашения декабря 2019 года, когда собиралась нормандская четверка в формате лидеров государств, Украина, Россия, Франция, Германия, и было подписано в коммунике по результатам встречи. В этом коммунике есть ряд пунктов, которые госпожа Меркель тоже учла. Какие пункты? Прекращение огня, Открытие КПВВ и канцлерка очень четко подчеркнула, что Украина свои обязательства выполнила. И КПВВ открывает, блокирует как раз российская противоположная сторона эти вопросы. То же самое идет речь об обмене пленными, идет речь о согласовании участков подальнейшего разведения, и также участков разведирования. В этих пунктах прогресса нет. Поэтому украинская сторона говорит, что поскольку в этих пунктах нет, речи не может идти об инкорпорации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Спасибо большое, Александр, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был на прямой связи с нашей студией. Мы говорили о формуле Штайнмайера и о том, почему пошли разногласия касательно ее внедрения. Обязательно эту тему будем поднимать еще в эфирах телеканалов Дом и ЮАИ-ТВ. Больше информации ищите на наших социальных страничках, социальных сетях. Это Facebook, YouTube и Telegram. Там очень много полезного контента для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова